Вернет деньги за ремонт. Почти полмиллиона рублей сэкономил директор строительной фирмы Випстрой Олег Шумилов на ремонте крыши многоквартирного дома в городе Собинка. На реконструкцию Шумилов получил из областного бюджета почти 2 миллиона рублей. Однако целый ряд работ, предусмотренных сметой, фирма так и не выполнила. По подсчетам прокуратуры за счет этой махинации Шумилов положил в карман 490 тысяч рублей. Суд решил, что бизнесмену придется вернуть их в областной бюджет. А вот кто будет заканчивать ремонт в этом доме номер один на улице Красной Звезды на сегодняшний день так и неизвестно. Подшефный Нижнегорский район Крыма станет здравницей для жителей 33 региона. Как сообщила губернатор Светлана Орлова, ведущие промышленные предприятия области взяли на себя обязательство построить оздоровительный комплекс на берегу Азовского моря. Отдыхать в Крыму по льготным ценам будут школьники и студенты Владимирской области. В свою очередь в наши санатории будут приезжать для оздоровления дети из Крыма. Без работы не остался. Бывший сенатор Владимирской области Александр Савенков указом Владимира Путина назначен заместителем министра МВД России. Савенков будет руководить Следственным комитетом министерства. Напомним, уроженец Орловской области приехал в наш регион в 2009 году, когда был выбран сенатором от 33 региона. До этого Савенков занимал посты главного военного прокурора и первого зама министра юстиции. Сенаторские полномочия Савенкова закончились в марте 2013 и почти год экс-сенатор находился в тени. Во Владимирской области будут выращивать рапс. Культуру, из которой получают ценные рапсовое масло и кормовой жмых, в качестве эксперимента начнут с этого года выращивать в СПК Шихабалово Юрьевпольского района. Здесь же будет построен мини-завод по переработке рапсового семени. По прогнозам областной администрации, производство мощностью 3000 тонн в год начнет свою работу уже этим летом. Сменят школьную скамью на рабочее место. Почти 700 временных вакансий готовы предложить этим летом Владимирская мэрия школьникам, желающим заработать. Среди организаций, где требуется детская рабочая сила, больше всего вакансий выделяют городская станция ЮНАТОВ, приход Свято-Георгиевского храма и клуб болельщиков Владимирского торпеда. Месячная зарплата школьника составит ровно один минимальный размер оплаты труда, установленный в нашем регионе, а именно 5554 рубля.